Дальнегорский округ Тогда назначать на эту должность предполагалось действующего депутата. В 2013-м Дума вновь даровала населению право избирать главу. А в 2015-м в устав округа были внесены изменения, согласно которым двоих кандидатов на должность главы изберет конкурсная комиссия. В пятницу 31 августа Дума Дальнегорского округа объявила старт ее формирования. Подробнее расскажем в нашем первом сюжете. На очередном заседании Думы присутствовали 17 из 21 депутата. В связи с отъездом отсутствовали Игорь Тарабарин, Никита Харламов, Елена Химиченко и Ирина Ручина. Кворум имелся. Первый вопрос повестки о начале формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Дальнегорского округа. 28 ноября 2018 года истекает срок полномочий Игоря Сахуты. На основании решения Думы Дальнегорского городского округа от 29 мая 2015 года за номер 370 с изменениями от 30 сентября 2016 года за номер 509 разработано положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Дальнегорского городского округа. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение должности главы Дальнегорского городского округа далее кандидаты из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе на основании их соответствия требованиям, установленным в статье 4 настоящего положения. Согласно положению, не позднее чем за 70 календарных дней до окончания срока полномочий главы, Дума принимает решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии назначаются не позднее чем за 40 дней, а не позднее чем за 30 Дума должна принять решение об объявлении конкурса и опубликовать его. Согласно данному положению, в статье 1 пункта 4 общий порядок проведения конкурса, что предусматривает? Пункт 1. Принятие Думой Дальнегорского городского округа решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии. Пункт 2. Уведомление губернатора Приморского края о начале процедуры формирования конкурсной комиссии. Пункт 3. Формирование конкурсной комиссии. Пункт 4. Принятие решения Думы Дальнегорского городского округа об объявлении конкурса. Пункт 5. Опубликование Думы Дальнегорского городского округа объявления о проведении конкурса. Шестой пункт. Конкурс. Седьмой. Принятие конкурсной комиссии решения по результатам конкурса. Пункт 8. Предоставление конкурсной комиссии в Думу Дальнегорского городского округа кандидатов для избрания на должность главы Дальнегорского городского округа. И пункт 09. Принятие Думой Дальнегорского городского округа решение по вопросу об избрании кандидата на должность главы Дальнегорского городского округа. Формируется комиссия, это 8 человек, она формируется, 4 человека от депутатского корпуса Дальнего Городского округа и 4 человека постановлением будет обозначено губернатором. Вот когда это будет постановление с 4-мя человеками, мы добавляем своих, принимаем решение и все дальше по положению. Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов в два этапа. На первом этапе комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам индивидуального собеседования. По итогам второго этапа при соблюдении всех условий конкурсная комиссия представит двух кандидатов на должность главы на рассмотрение Думы для последующего избрания большинством голосов от установленной численности путем открытого голосования. В работе конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов, специалисты в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных хронизаций, иные лица без включения в их состав конкурсной комиссии. Решение о начале формирования комиссии было принято единогласно. Уведомить в Рио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко постановили в этот же день. Вторым решением Дума утвердила план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы. Информация прокуратуры Дальнегорска о состоянии законности на территории округа в первом полугодии значилась третьим вопросом повестки заседания Думы. Александр Непрокин выступил с докладом о результатах работы ведомства. Надзорная деятельность на территории округа в первом полугодии носила последовательный и системный характер, велась в соответствии с утвержденными планами с учетом особенностей территории. В ходе осуществления надзора за соблюдением федерального и краевого законодательств выявлены более тысячи нарушений. В аналогичном периоде прошлого года их было 987. Принесено 235 протестов, внесено 361 представление об устранении выявленных нарушений в суд на 85 дисков. По инициативе прокурора привлечено к административной ответственности 81 лицо, дисциплинар на 75. Рост выявленных нарушений закона на 19% в целом объективно отражает состояние законности на территории, а также свидетельствует об активизации работы по отдельным направлениям деятельности. Кроме этого, в отчетном периоде проверено 33 проекта нормативно-правовых актов. Благодаря деятельности межведомственной рабочей группы удалось добиться стопроцентного поступления проектов нормативно-правовых актов в целях дачи заключения и дальнейшего их принятия. В истегшем периоде реализован комплекс мер по защите трудовых, жилищных и иных социальных прав граждан, а также выявлены многочисленные нарушения в сфере экономики. Всего в первом полугодии в рамках надзора за исполнением закона, с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прокуратурой города выявлены 700 случаев нарушений, что на 12% больше, чем в 2017. В целях их устранения внесены 223 представления, принесены 144 протеста. По инициативе прокурора 67 лиц привлечены к административной ответственности, 59 – к дисциплинарной, 77 исков направлены в суд. По материалам проверки, общенадзорной, проведенной прокуратурой города, направлено и возбуждено одно уголовное дело по части 4 ст. 159 Уголовного года с Российской Федерацией – мошенничество. Мерами прокурорского реагирования приведены в соответствии 160 незаконных правовых актов. В этой сфере небольшая активизация достигнута по направлению надзора, связанной с защитой трудовых и жилищных прав. Принятыми мерами удалось не допустить образование задолженности по заработной плате. Уделено значительное внимание защите жилищных прав граждан, в том числе детей-сирот, на предоставление благоустроенного жилого помещения. Предъявлено 15 заявлений в суд. Указанные вопросы и в настоящее время являются приоритетами и находятся на особом контроле в прокуратуре города. И будет продолжена работа во втором полугодии 2018 года. Надзор в данном направлении не ослаблен. Прокуратурой города также проводилась целенаправленная работа в области исполнения законодательства в сфере здравоохранения, где выявлено 31 нарушение. По результату проведенной проверки установлено, что в инфекционном отделении КГБУ Сталинбургская центральная городская больница повсеместно нарушается требование санитарно-биологического законодательства, требуется проведение ремонтных работ. Но это было и опубликовано в средствах массовой информации. В принципе, все видели, да, говорили об удручающем положении состояния инфекционной больницы и требования ремонтных работ. В связи с тем, что по представлению прокурора указанные нарушения не устранены в полном объеме прокуратуры города Дальнегорска в порядке статьи 45 Гражданского процессуального фодекса РФ в Дальнегорский районный суд направлено исковое заявление с требованием о возложении на Дальнегорскую центральную городскую больницу обязанности провести ремонтные работы в инфекционном отделении в целях проведения в соответствии с его нормами действующего законодательства. Постоянное внимание уделялось защите прав и свобод несовершеннолетних. В том числе принимались меры прокурорского реагирования к органам профилактики. Выявлены 264 нарушения закона. Принесены 48 протестов, внесены 58 представлений. 48 исков направлены в суд. По инициативе прокурора к административной ответственности привлечены 30 лиц. По материалам проверки возбуждено и расследуется одно уголовное дело. Типичными в этой сфере нарушения оставались на образование. Также нарушения связаны с неуплатой элементов. Организация медицинского обслуживания в образовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологических норм при организации питания. Ненадлежащее исполнение органами системы профилактики возложены на них полномочия. По данным фактам приняты меры. Нарушения устранены. Либо в ближайшем будущем, с учетом финансовых затрат, планируется окончательное устранение выявленных нарушений. В течение первого полугодия 2018 года реализован комплекс мер по защите интересов государства в экономической сфере, где количество выявленных нарушений возросло на 57%. Внимание прокуратуры города было сосредоточено на соблюдении законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, где выявлено 47 нарушений. Бюджетным законодательством 18, нарушений землепользования также 18. Продолжена работа в сфере надзора за соблюдением законов при распоряжении имуществом, находящихся в государстве и муниципальной собственности, где количество выявленных нарушений возрастовало на 44%. На постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выявлены 238 нарушений, в целях устранения которых внесены 88 представлений, принесены 45 протестов. В суд направлены 36 исковых заявлений. Особое внимание уделялось прохождению отопительного сезона. Снабжению топливом котельных пресекались факты ненадлежащего содержания учедомового имущества. Как вы все знаете, у нас отопительный период 2017-2018 год проходил тяжело. Поэтому с октября 2017 года до окончания отопительного периода в 2018 году данная ситуация находилась на контроле и принимались меры в целях активизации поставки топлива на территорию Дальнегорского городского округа без перерывного, чтобы жители Дальнегорского городского округа не пострадали, системы центрального отопления не были разморожены, как говорится, не допустить дальнейших негативных последствий. Проводилась последовательная работа в сфере экологии. В том числе вопросы охраны лесов и защиты их от пожаров, оборота отходов. За первое полугодие выявлены 52 нарушения закона. Внесены 23 представления. По постановлению прокурора шестеро лиц привлечены к административной ответственности. В порядке уголовного судопроизводства предъявлено 4 иска, 3 из которых о возмещении вреда, причиненной незаконной рубкой на сумму 29 миллионов и 1 иск о возмещении материального ущерба, нанесенном в лесного фонда Российской Федерации в результате неосторожного обращения с огнем на сумму 161 миллион. Данный риск был рассмотрен и удовлетворен на сумму 7 миллионов. Исполнительный риск направлен в службу союзных приставов для принудительного взыскания. Приведущие три иска, это в рамках незаконной порубки, это 260-я часть 3, где у нас бессчадно граждане рубили лес. И с учетом нанесения материального ущерба, мною были подписаны заявления в суд при направлении уголовного дела в целях взыскания этого материального ущерба в местный бюджет пополнения. Например, в ходе выезда в лесной массив района Шупенко, Дальнеборгского городского округа, в 45-м выделе 34-го квартала, а также в 33-м выделе квартала 48 Дальнеборского участкового лесничества, кавалерского филиала КГК «Приморское лесничество» выявлены факты вырубки и повреждений до степени прекращения роста 17 деревьев породы дуб при отсутствии разрешительных документов на заготовку улицы ее производящих. Государству причинен материальный ущерб на сумму порядка 3 миллиона рублей. По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города по факту выявленных незаконных порубок в МОМВД РСИ Дальнеборский в порядке пункта 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по вышеуказанному факту с вественным отделом возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 260. При осуществлении надзора по противодействию коррупции в первом полугодии выявлены 157 нарушений закона. Для их устранения внесены 18 представлений и 3 протеста. Весной у нас закончилась подача сведений о доходах и расходах. У прокуратуры города Дальнеборска была проведена проверка. Выявлены нарушения были отражены в актах прокурорского реализования в представлениях для принятия мер в целях устранения. В первом полугодии 2018 года в прокуратуру города поступило 322 обращения, что на 36% меньше первого полугодия прошлого года. Большинство обращений, по которым граждане в анализированном периоде обращались в прокуратуру города, касалось вопросов надзора за исполнение законов и законность правовых актов. Это 118 обращений, что составило 40% от числа рассмотренных в общей массе. В первом полугодии 2018 года в прокуратуру города выявлено более полутора тысяч нарушений в уголовном процессуальном законодательстве. Из них были допущены 112 следственным отделом Следственного комитета, 267 нарушений следственным отделом МОМВД России и Дальнегорске, 282 нарушения органами дознания МОМВД России и Дальнегорске, ОСП по Дальнегорску, ОФССП России по Приморскому краю, одно нарушение и 144 нарушения ОНД по ДГО в первом полугодии 2018 года. С числа выявленных нарушений, более тысячи, составляют нарушения, допущенные указанными органами при приеме и регистрации сообщения о преступлениях. При этом основная часть нарушений по-прежнему выявляется Дальнегорской прокуратурой при проверке законности и обоснованности, вынесении процессуальных решений об отказе и возбуждении уголовных дел. 36 уголовных дел возбуждено после отмены прокуратурой незаконных решений об отказе. Число выявленных прокуратурой города преступлений увеличилось с 6 до 9 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом выявленных нарушений прокуратуры города в течение первого полугодия 2018 года принят ряд мер реагирования. Так, всего прокуратуры города внесено 43 представления и информации об устранении нарушений законодательства. Кроме того, в первом полугодии внесено 74 требования об устранении нарушений законодательства по результатам рассмотрения приняты меры к их реальному устранению. Александр Петрович, вот по анализу, за 6 месяцев практически у вас рост по сравнению с прошлым годом. Это что вы так хорошо работаете? Или у нас такие безответственные руководители на своих поставках? Да нет, здесь больше работа идет плановая, работа идет плановая. В рамках поручения заданий прокуратуры края где-то несколько мероприятий мы планируем самостоятельно по полугодиям. То есть выходим, в рамках плановой проверки выявляются нарушения, принимаются меры. То есть проверки каждый год по одному и тому же направлению практически не проводятся. То есть анализируются ситуации, проблемные моменты, где на территории что происходит и где необходимо подкорректировать работу, то есть направить нужное русло, контролирующие органы, правоохранительные органы, предприниматели, если допускают нарушения. Не по результатам уже анализа, анализа подготавливается план. Ну и в рамках плановой проверки получается, что пошел рост. Но могу сказать, что в первом полугодии отмечается значительное снижение обращений поступивших органов прокуратуры. То есть мы стараемся при выходе на место, при выявлении нарушений обхватить права неопределенного круга лица. То есть не конкретно каждого гражданина. То есть цель искусственного увеличения роста принятых нет. То есть в одном представлении прописать собственников всего дома. Например, если там управляющая компания где-то, шкодит. Если работодатель, то в интересах всех работников. То есть это все в одном акте отражается, поэтому оно идет на увеличение. Дума решила принять к сведению информацию прокуратуры о состоянии законности в Дальнегорском округе. Терминал для приема наличных был похищен неизвестными в ночь с 30 на 31 августа, сообщает Дальнегорск онлайн. Инцидент произошел в отделении Сбербанка, расположенного в микрорайоне Горького по адресу 8 марта 2А. Однако далеко унести его, как и вытащить из него деньги, у преступников не получилось. Аппарат был брошен недалеко от здания банка. Полиция начала розыск преступников. В Центральной библиотеке имени Ксении Богатской открылась выставка «Лев Толстой и русский театр». Она продолжает работу проекта «Россия театральная». Подробности далее. Очередная тема для выставки из цикла «Россия театральная» выбрана не случайно. 9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения одного из наиболее известных русских писателей и мыслителей и одного из величайших писателей-романистов мира графа Льва Николаевича Толстого. Сотрудники библиотеки представили читателям Толстого драматурга. Надо сказать, что Толстой театр не любил. Он резко отзывался и о пьесах Шекспира, и о драматургии Антона Павловича Чехова. Он не принимал театр как условное отображение жизни. Но, тем не менее, одна пьеса, его известная, это пьеса «Живой труп». Она была написана им в 1900 году. По реальным событиям. В то время шел громкий процесс над супругами Гиммер о двоемужестве. А толчком к написанию вот этой пьесы «Живой труп» послужил просмотр Толстой пьесы дядя Ваня Чехова. Вот он посмотрел эту пьесу дядя Ваня. Резко она ему не понравилась. Он был против отображения жизни, вот это чеховское видение жизни. Категорически был против Толстой. И написал вот эту свою пьесу «Живой труп». Пьеса состоит из таких стремительно меняющихся картин. Вот то мы попадаем в аристократический дом, то попадаем на съемную квартиру, то в тюремную камеру, то в зал суда. И он вел очень много таких второстепенных персонажей, достаточно даже где-то нелитературным языком, нелитературной речью, с просторечью. Вот этот вот поток, панорамный поток жизни он показал в этой пьесе, показал, конечно, гениально этот поток мимо текущей жизни. Главный герой пьесы «Живой труп» — это обаятельнейший Федор Протасов. Это такой вот повесок, который 10 лет уже бросил в службу, проматывает состояние. Постоянно его можно увидеть у цыган. Он любит эту цыганщину, песни в исполнении красавицы-цыганки Маши. Но не всё так просто, как говорит Пётр, как говорит вот этот герой. Он против того круга аристократического, которому он принадлежит по праву рождения, по воспитанию и образованию. Он называет это слово «пакость», так как он принужден лгать вот этой жизнью. Это для него ложь. И вот наш герой Федор Протасов видит три пути. Это делать деньги, жить в этом круге и умножать, как он говорит, пакость эту. Второй путь — это путь революционера, путь героя, как говорит он. Сломать эту пакость, разрушить, но он не герой. И он выбирает для себя третий путь — это забыться. Забыться петь, гулять, короче, заниматься, слушать цыганские песни. Вот эта воля цыганская — это уход от своего круга, которому он принадлежит невольно. Но так как он мучает своих родных, наш герой, герой Толстого, Федор этот Протасов, он решает уйти и инсценировать свою смерть. Но правда открылась и вмешалось государство. И лучший выход, лучший, конечно, в кавычках, что предложило государство нашему герою, это опять вернуться в этот круг. Но это неприемлемо для героя Толстого. Он это не сможет сделать. Для него или смерть, или ничего получается. И он берет револьвер и стреляет себе в сердце. Вот такой вот трагический конец у этой драмы. Впервые пьеса была поставлена уже после смерти Льва Николаевича в 1911 году. Поставил Московский художественный театр. «Москвин» играл Протасова. А с 1912 и вплоть до революции вот эта пьеса была самая репертуарная, самая частая ее ставили, можно так сказать. Она была показана во всех театрах страны. И не один раз, тысячи раз она была поставлена. А затем была поставлена и за рубежом. Приходите к нам в центральную библиотеку. Возьмите томик Толстого, почитайте. Может, вы откроете для себя новые грани великого русского писателя. Администрация Укруга и Городской совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил приглашают жителей и гостей города на мероприятие, посвященное 73-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая состоится 3 сентября в 12 часов около памятника воинам-дальнегорцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.